Ребята, здравствуйте! Сегодня хочу поделиться двумя классными рецептами насадок, которые никогда не слетают с крючка. Данные насадки подходят для ловли всей так называемой бели в любое время года. Также большим плюсом их является то, что они могут быть использованы на дальнобойных снастях, донке, фидере, поплавке. Все подробности в видео. Поехали! Первое, что нам понадобится, куриное яйцо, а именно его белок. Отделяем желток от белка. Надеюсь, с этим все справятся. Вот так просто переливая, белок легко отделяется. Вот, желток оставляем. Переходим к следующему ингредиенту. Так, на этом этапе уже мы вносим ароматику, ароматизатор. По холодной воде сладкие ароматы я не советую, типа ванили, шоколада какого-то. Чеснок. И то можно немного. Уже сам аромат белка привлечет рыбу. Особенно в холодное время года ей нужны питательные элементы. И она его быстренько почувствует в воде. Но чеснок плохо не сделает. Его добавляем. Вот совсем чуть-чуть. Одна треть, наверное, ложки чайной. Может сработать кориандр. В общем, это уже предпочтение рыбы на водоеме. Повторюсь, опять же, можно вообще без ароматизатора. Особенно зимой. Все это тщательно перемешиваем. Чтобы белок стал более жидким. И чеснок, либо другой ваш какой-то ароматизатор, распределился равномерно. Вот такой вот консистенции получается белок. Он уже без прожилок. Более жидкий такой. Немного пены есть. Вот то, что нам нужно. Отставляем это в сторону. И подготавливаем следующий ингредиент. Для нашей насадки. Следующий ингредиент это губка для посуды. Да, да. Губка для посуды. С ней сейчас мы проделаем некоторые манипуляции. Я вам все расскажу. Берем и отрезаем. Вот. Такую полоску. Главное, чтобы эта губка ничем не пахнула. Никакой там химии. Ничем остальным. Свеженькую, новую губку. Лучше достать. Она там копеечная. Отрезаем. И нарезаем ее вот на такие вот полоски. Я показываю, конечно же, базовый рецепт. Вы там рассчитывайте, сколько вам насадки понадобится. Где-то, может, первый раз кто-то будет ловить для испытания. Там одного яйца хватит. Довольно много насадки получится. Нарезаем вот на такие вот ленточки ее. Можно потолще, можно потоньше. Главное, более-менее аккуратно. Ну вот, нарезали нашу губку. Немного творчества здесь применили. Теперь берем наш взбитый белок. И в него добавляем вот эти вот нарезанные полоски губки. Наша задача сделать так, чтобы она полностью, важно это, полностью пропиталась белком. Сухих мест мне не было. То есть, белок, чтобы попал во внутрь губки. Лучше вот так вот все это сделать. И оставить там на 5 минут. А за это время нам нужно сходить на кухню и поставить воду в кастрюле на огонь. Насадка пускай настаивается 5 минут. Вода закипела, насадка пропиталась. Берем по одной нашей вот этой ленте, нарезанной, и закидываем в тепящую воду. Следим за тем, чтобы каждая лента варилась отдельно, не соприкасалась. Варим все. 2-3 минуты. После чего снимаем, даем остыть. Проводим следующие манипуляции. Насадка варилась 3 минуты. Выложил ее на бумажное полотенце. Получается очень ароматная. Пахнет чесноком и белком. Для дальнейшего использования просто берем и нарезаем ее уже на части, которые будут именно на крючке. То есть для зимней, конечно, рыбалки чаще работают мелкие насадки. Но можно нарезать разных. Нарезаем и в какую-то тару помещаем. Красная будет привлекать цветом. Конечно, фаворит это красная и желтая. Но бывает и зеленую можно сделать. Тут уже, опять же, надо методом проб и ошибок это все делать. Каждый водоем это отдельная история. Нарезаем. Вот на такие симпатичные части рыбья, она на мотыля похожа. Ну, или на что там, на какую-то съедобную вещь и пахнет еще. Смысл в том, что она работает как пенопласт, пенотесто, но пахнет натурально. То есть белком и чесноком. Не какой-то химии там, которые обрабатывают вот эти вот насадки покупные. Тут все натурально. Нарезаем и проводим еще с ней одно действие, которое улучшит ее качество. Насадка готова. Вот такая вот симпатичная по цвету получается, по аромату. Но ее можно улучшить, чтобы она больше рыбу привлекала. Для этого присыпаем ее панировочным сухарем, без фанатизма. То есть перебор с ним не должен быть, потому что она все же впитала в себя воды и может получиться комки. Чуть-чуть, чтобы она покрыла только ее сухарь. Можно заменить манкой сухарь, если нет. Но лучше я применяю сухарь. Насадка полностью готова. Отлично держится на крючке. Мелочь ее не собьет, как мотыля, либо опарыша. Она может работать в тандеме с тем же мотылем и опарышем, то есть в виде бутерброда. Сейчас посмотрим, как ведет себя в воде. Не переключайтесь. Наша насадка в воде. Тут большой крючок, но если вы оденете ее на маленький крючочек, она получается плавающей. Не зря добавили панировочный сухарь. Он пылит. Это будет привлекать рыбу. Включаю инстинкты. Также аромат натуральных белка, который так нужен, как в холодной воде рыбе, так и в теплой. И чеснока. Этот аромат любит вся рыба семейства Карповых. Первый ингредиент это хлеб. Может быть белый, может быть черный. Чаще я готовлю эту насадку именно черным хлебом. Ну, не знаю, вот так вот повелось. С детства мы готовим здесь, у нас где рыбачим, черного хлеба. Он нам не понадобится весь, нам понадобится мякиш. Ингредиенты, количество я даю базовое. Вы уже определитесь, исходя из этого рецепта, сколько нужно, на сколько человек, на какое время. Так, хлеб мы отделили мякиш от корки. И теперь простой теплой водой его заливаем. Можно холодно, если вы готовите это на водоеме. Заливаем, ждем буквально полминуты, минуту, пока он весь размокнет. Прошло немного времени, буквально 30 секунд. Вот хлеб уже размок. Вилкой его можно. Если готовите на водоеме, нет вилки, все это руками делается. Размяли, приступаем к следующему ингредиенту. Следующий ингредиент это картофель. Отваренный полностью картофель только в мундирах. Можно варить и без мундира. Теперь очищаем этот картофель от кожуры. Нам она не пригодится в рецепте. По логике вещей, добавляем картофель к хлебу. На такое количество хлеба уйдет где-то одна треть вот такого вот клубня картофеля. Точное уже количество там картошки по граммам я вам, конечно же, не скажу. Картошка всегда разная. Но примерно вы увидите. Все разминаем хлеб с картошкой. Аромат уже стоит очень привлекательный. Бывалые рыбаки знают хлеб с картошкой. Одна из лучших насадок на карася. Когда они работают там, например, опарыш, червяк. Итак, мы размяли хлеб с картошкой. Добавляем еще один не менее важный ингредиент. Для того, чтобы хлеб с картошкой соединились в хорошее плотное тесто, мы добавляем манную крупу. На такое количество хватит две ложки столовых. Без верха. И здесь уже вымешиваем все руками. Манка скрепит все ингредиенты. Здесь важно хорошо все перемешать в единую массу. Все ингредиенты натуральные, все проверено. Но это еще не финальный аккорд. Еще будем добавлять одну вещь, которая сделает нашу насадку не только привлекательной, но и крепкой. Можно будет использовать ее для дальних забросов. А сейчас все тщательно вымешиваем. На это уже затратите время, чтобы картошки вот такие кусочки не встречались в насадке. Все должно в одну массу превратиться. И после того, как мы все это соединим, можно положить, дать насадке отдохнуть хотя бы минут пять, чтобы манка начала работать. Она втягивает влагу, набухает, скрепляет насадку именно где-то вот 4-5 минут. Ну, более-менее мы все перемешали. Как я говорил уже, даем нашему тесту 5 минут полежать, чтобы манка набухла, чтобы все заработало. Получаем вот такое вот тесто. Оно уже ароматное, в принципе, может быть уже и готово для поплавочки, хорошо будет работать. Но все же мы его еще усилим. Во-первых, усилим его ароматом. Всегда, когда готовим это тесто прямо на водоеме с товарищами, мы добавляем сюда два ароматизатора. Один из двух. Либо укроп. Бывает даже просто сырой. Вот добавляешь сразу. Он отлично сочетается. Его не надо много. Либо чеснок в гранулах летом. Зимой можно и сырой добавить. Летом он может окисляться, так что лучше летом в гранулах добавлять. Все распределяем. Буквально чуть-чуть. Он подчеркнет вот этот запах картошки, хлеба и укропа. Очень просто нравится рыбе. Попробуйте, не пожалеете. А для того, чтобы насадка держалась прочно на крючке, мы добавляем вату. Для этого нам нужно сделать вот такой вот блин с нашего теста. И стараться по чуть-чуть вату. Не кидать куском таким огромным. Вот так по чуть-чуть распределить ее по всему тесту. Вата медицинская ничем не пахнет. Никак не отпугнет рыбу. Но насадку укрепляет очень хорошо. Сейчас все увидите. Распределяем. Сворачиваем. И опять же начинаем вымешивать. Только уже теперь с ватой. Здесь опять нужно это сделать очень хорошо, чтобы вата перемешалась со всей насадкой. Видите, она получается пока внутри. Вот так ее разрывает. На всех кусках. Немного руки замарать, но мы же на рыбалке возле воды, так что руки можно всегда помыть. Но стараться сделать так, чтобы вата обволакивала всю насадку. Вот мы получаем такую вот насадку. Когда вы замешиваете ее, она может начать липнуть к рукам. Здесь это просто решается. Либо в муке ее обвалять немножко, либо в манке. Тогда все будет нормально и насадка не будет липнуть к рукам. Ну что, заключительный штрих. Так как насадка состоит из хлеба и картофеля, она может быстро пересыхать и приходить негодность. Для этого, да и для запаха, мы добавляем чуть-чуть масла. Можно рафинированно, можно не рафинированно. Буквально чуть-чуть, чтобы она была такая жирноватая. Обваливаем ее и чуть-чуть перемешиваем. Насадка полностью готова. На что следует обратить внимание? Она полностью не липнет к рукам. Я уже говорил, можно обвалять ее в муке, либо в манке. Во-вторых, нужно обратить внимание на то, чтобы вата была везде. Видите, она не только в середине. То есть, вот этот большой кусок ваты распределился по всей насадке. Это важно. Это нужно вымешивать, это нужно смотреть. Насадка очень ароматная, пластичная, но в то же время хорошо катаются насадочные шарики и прочно держится на крючке благодаря волокнам ваты. Тесто подходит отлично для ловли с помощью кормушек, пружинок на донке. Оно хорошо забивается и долго там держится, привлекая рыбу ароматом. А если оно у вас еще и на крючке, шанс поимки многократно увеличивается. Сейчас покажу, как ведет себя в воде. Не переключайтесь. Наша насадка в воде. Благодаря манке она немножечко пылит. Это всегда раздражает рыбу на поклевку. Про аромат я уже говорил. Все очень натуральное, проверено годами. Картошка, хлеб, укроп, манка, либо чеснок. Другие ароматизаторы я не советую в эту насадку добавлять. Про вату тоже сказал. Она долго не дает насадке размокнуть. Мелочь ее не сбивает. Но, несмотря на это, насадка не теряет своей привлекательности. Вот такой вот лайфхак рыболовной. Так что, ребята, если видео было полезным, попрошу подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Если есть возможность помочь каналу донатом, а я буду снимать что-то новое и интересное. Ловите с удовольствием, ребята. Но берегите природу. Всем спасибо. До свидания.